Раз, раз, проверка аборадуры, раз, раз, яйца тряс. Все, начинаем запись. Так, в эфире Restruct.fm, непосредственно с Кубы. Вот сейчас мы направляемся в гостиницу, в отель, потому что в отелях только есть интернет здесь. Интернет есть только в отелях, надо сказать, только в виде вай-фая, который стоит, сколько он там? 12 местных кубов, это где? 15 долларов. 15 долларов 2 часа на одно рыло интернет. Дороже, чем месяц в Москве, без лимитки. Пока едем, сейчас будем накидывать примерные планы действий по борьбе с педалобби. Видео загружается отсюда очень долго, поэтому, ну, теперь аудиоформат. Возвращаемся к старым методикам. Года 2, нет, года 2,5 назад я записывал все аудио, выкладывал, пока не начали видео снимать. В общем, возвращаемся к старым методам, проверенным. В чем я вижу смысл и суть нашей нынешней борьбы? Короче, под видом возбуждения уголовных дел, точнее, под видом борьбы с разжиганием вражды, борются, естественно, с движением окупай-педофиляй. Борются кто? Сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму западного округа Москвы. Как это происходит? Ну, сначала я думал, что все-все очень просто, что следователь дружок Каминова. И на этом все. Каминов, я еще раз напомню, это замглавы службы судебных приставов Московской области. Думаю, ну, следователь, раз его знакомый, все, соответственно, очевидно, это его личная инициатива. Но оказалось, что дело-то немножко глубже, потому что оперативные сотрудники ЦП, которые под видом расследования моего зловещего преступления, заключавшегося в обзоре видеофильма, стали прессовать всех моих соратников, которые имели отношение к окупай-педофилям. То есть, кто когда-либо ловил педофилов, попадают к ним на допросы, они ездят по квартирам, производят обыски. Ну, естественно, если я снял обзор, то у всех надо провести обыски. Вдруг они имеют какое-то отношение к снятию обзоров. Естественно, я же когда с девушкой-то ходил в кино, которая сняла это на мобильник, ну, естественно, что имели отношение все соратники. Так вот, оказывается давление и на родственников, и на знакомых, и на родственников, соратников. Короче, на всех подряд. Ну, надо сказать прямо, что в момент проведения воспитательных бесед никто даже не вспоминает о каких-то там видеообзорах. То есть, речь конкретно все время идет о том, что подонки занимаются небогоугодным делом, издеваются над педофилами и вымогают у них деньги. Да, издеваются над людьми и вымогают у них деньги. Да, то есть, ну, это не педофилы никакие, естественно, это просто несчастные жертвы обмана, которых я и мои товарищи, мы заманиваем их и грабим. Все. То есть, ну, вся страна знает, что это извращенцы, приходящие заниматься сексом с детьми. Ни одного заявления, вот реально ни одного заявления, ни от одного педофила на то, что я его ограбил, на меня не поступило. О чем это говорит? О том, что таких фактов просто не было. Потому что, если малейшую возможность педофил имел бы написать заяву на кражу, на ограбление, на вымогательство, я бы, поверьте, давным-давно уже сидел именно за это. Но зацепиться не за что. Педофилы молчат. Пишут только анонимные жалобы на унижение достоинства. Ну, кстати, надо признать, что по этим жалобам тоже меня дергали. На меня написано более 300 анонимных интернет-жалоб о том, что вот, дескать, я посмотрел ролик, и вот человек издевается над людьми необоснованно совершенно. Прошу привлечь его к ответственности. Ну, странно, жалоб было 300, а педофилов я поймал всего где-то 115. То есть, соответственно, каждый из них написал по три жалобы, или, может быть, у них какие-то незаинтересованные идеологические соратники. Не знаю, но суть. ЦПшники не могут не понимать, что, естественно, преступлений мы никаких не совершаем, денег не вымогаем, и делаем все исключительно из-за благих побуждений. Их требования, естественно, одно, точнее, два. Во-первых, требования одно, но совершенно очевидное, дать против меня показания, что да, тесак разжигает вражду, да, тесак унижает достоинства. Да, это он специально снимал, выкладывал видео. Для чего? Чтобы меня снять с пробега, чтобы я не мог больше заниматься общественной деятельностью, чтобы меня закрыть. Ну, сейчас уж закрыть нельзя, потому что я не в России, однако можно меня попытаться закрыть мне въезд. Что происходит во-вторых? Во-вторых, требует прекратить вообще эту деятельность. Требует прекратить ловить педофилов. Ну, я не знаю, какое отношение ЦП имеет к отлову педофилов и к их крышеванию, но подозреваю, что прямое экономическое. Потому что в общем и целом они должны будут ловить экстремистов и террористов. Ну, я, конечно, понимаю, взрывы, которые происходят в России, это не их компетенция. Их компетенция – это что, борьба с демотиваторами, с размещением видеороликов, картинок и унижение достоинства лиц по признакам отношения к социальной группе педофилов. Ну, я когда, помню, ждал вынесения второго приговора по своему делу в Хабовническом суде, мне начнут дали немножко пообщаться с прессой. Ну, я был уверен, что приговор будет обвинительный, даже в этом не сомневался. И когда меня спросили, как думаешь, сколько тебе дадут, я говорю, ну, лет, наверное, пять. Ну, хорошо, что я против педофилии не выступал, тогда бы дали и все семь. Ну, в общем-то, это была шутка, но оказалось, что не все так смешно. Не все так смешно, и реально за педофилов вступаются. Три месяца назад начался пресс не только на окупай-педофилии, прессовали окупай-наркофилии. То есть, кто этим занимался, занимались сотрудники ФСБ, действующие, ловили возле подъездов активистов. Может быть, отслеживали, может, кто-то сливал, ну, я думаю, все вместе. Короче, ловили возле подъездов, затаскивали в машину, показывали удостоверение, причем закрывали фамилии пальцами. Возили по Москве на черном микроавтобусе «Мерседес» и объясняли, что ты давай с нами сотрудничай, совершай провокации на рейдах, окупай-наркофилии не должно существовать. Объясняю это чем? Тем, что руководство движения «Реструкт» вымогает деньги у наркоторговцев и тех, кто отказывается платить. Вот тех, кто уже и ловит непосредственно на рейдах и тем самым портит их бизнес. То есть, мотивация была такая. Вы, ребят, конечно, дело делаете, может быть, и хорошее, и сами парни неплохие, но это все вымогательство, это незаконно, и ваши лидеры гандоны, евреи, алкоголики, педерасты, и педофилы. Я педофил, естественно. И поэтому мы вас пересажаем, если не прекратите заниматься этой деятельностью. Ну, скажу честно, движение сильно передело, многие спрыгнули, переочковали. Ну, естественно, как? Пообщались с тобой около подъезда 40 минут. Ну, как? Конечно, надо спрыгнуть. Идейные соратники. Но многие остались, многие выдержали это. И что самое показательное, движение «Окупай наркофиля» перешло под руководство Александра Власова, 14-летнего наживки, который изловил Андрея Каминова как раз. С этого начался его дебют, изловил этого пристава. Ну, да, дальше начал заниматься проектами. И вот он стал отлавливать наркобарых. Так, сделать ему вообще ничего нельзя. Его невозможно не запугать, не уволить с работы, не пообещать посадить, не завербовать. Да ему вообще все похуй. Это как в фильме «Деточки», когда борьбой с общественными пороками занимаются дети. Только дети, только им еще что-то интересное. Кроме денег, телевизора и ипотеки. Против педолобби и нарколобби были проведены серии хардбасов, были написаны кучи статей, были написаны жалобы, петиции. Ну, то есть, как могли мы в рамках закона привлекали внимание к этой проблеме. Ну, в общем-то, проблема довольно серьезная, когда ФСБ крышует наркоторговлю. Проблема серьезная. Как еще никто не сел из наших? Кстати, в результате деятельности окупе и наркофиля уже 20 барыг сидит в СИЗО. То есть, при всей либеральности нашей правоохранительной системы к торговле спайсами, 20 человек сидит, потому что у них были не только легальные смеси с собой, ну, и наркотики, которые все-таки уже каким-то образом оказались запрещены. Все, 20, рыл сидит. Просто пояснение. Многие считают, что спайс совершенно безобидная штука. Однако это не так, потому что, как выяснилось, очень часто спайс для того, чтобы вы именно в следующий раз пришли на эту точку, добавляет кокаин. И когда вот этого красавца берут, берут на анализ, анализ делается очень быстро, там находится кокаин, героин или еще что-либо подобное. То есть, под видом спайса просто продается наркотик. В принципе, я думаю, что это так очевидно. Что смешно, иногда вот ловят, допустим, ребята барыг на территории бабушкинского ОВД. Допустим, приезжают менты, или отказываются прямо приезжать по звонку, или приезжают и хватают самих ребят. Почему? Потому что, если на этой территории продают этот спайс, соответственно, местные менты их крышуют. То есть, это такое местное крышевание, самое простое. Ну, с этим бороться уже научились, и ловят барыгу в одном районе, звонят ментам из соседнего. Что дальше? Дальше вступают оперативные сотрудники, ловят возле подъездов, прессуют. Но нашими с вами, кстати, совместными усилиями удалось поднять шум. Все. То есть, крыша оказалась реально крышей. То ли отказались продлевать контракт с барыгами, то ли начальство все-таки дало по загривку, сказало, ну вы, может, как-то это, может быть, меньше полились бы. Ну, в любом случае давление спало, и сейчас рейды проходят без давления со стороны спецслужб. Поэтому, если кто-то хочет присоединиться, то, пожалуйста, вступайте в ОД Реструкт. Проектов и уж тем более бойцов с наркотой нам всегда не достает. Участников проектов и борцов с наркотой не достает всегда, потому что Москва город большой и поле деятельности огромное. Что дальше? То есть, сейчас получается так, что схема деятельности отработана наша. Мы знаем, как скидывать лоббистов. Соответственно, будем скидывать педолобби. Я, если честно, думал, что оно отвалится раньше, чем нарколобби, потому что, ну, нарколобби вроде деньги какие-то задействованы, а педа, ну, что такое? Ну, это хрен его знает, горстка извращенцев. Но нет, все серьезнее. Поэтому, сейчас я непосредственно заморочился, написал петицию. Эту петицию подписывают уже. Треть от 100 тысяч подписей собрана. Когда будет собрано 100 тысяч, это уже нельзя будет не заметить. Уже эта петиция окажется и в газетах, и окажется на общественном контроле. Ну, это как бы одна сторона медали. Дальше, вот чем еще никто никогда не занимался, это написание жалоб на конкретных сотрудников, занимающихся преступной деятельностью, крышеванием извращенцев. То есть, я составил заявление, где конкретно указано, что, кто, каким образом, каким образом нарушает закон. Эксперты, следователи, оперативники. Выкладываю это заявление. Вам остается сделать буквально следующее. Скопировать текст. Также там ссылки на онлайн-приемные. И разослать его по этим онлайн-приемным. То есть, ну, у нас же сейчас сделано все, чтобы люди могли стучать. Да? Я вот шел по улице, видел преступника. Вот, пожалуйста, преступник мой сосед. Прошу его проверить. Ну, мы этим не занимаемся. Мы будем давить на сами правоохранительные органы. Занимаетесь преступлениями? Получите. Значит, рассылайте в онлайн-приемные. В течение месяца вам должны ответить. В принципе, не обязательно подписываться настоящим именем, но намного лучше, если все-таки вы это сделаете. Ответственности это никакой не несет. Вы получите письмо, официальное уведомление о том, что было выяснено по ходу рассмотрения вашего заявления. То есть, если напишет один человек, ну, ничего страшного. На это забьют хрен. Если напишет два человека, тоже на это забьют хрен. Ну, может быть, следователь и дёргом скажет, что это на тебя пишут-то? И оперов-то вам так подтянут. Ну, подъехали к гостинице. Однако, если этих заявлений будет несколько десятков, тут уже не заметить будет нереально. Когда на меня было написано три сотни анонимных заявлений, без конкретных претензий, без конкретных упоминаний преступлений, так, голословно, меня реально выдернули менты и приволокли в ОВД Крылатское, где все эти заявления скапливаются. Выдернули, не знаю, через прослушку телефона, еще как-то на улице. Приняли, увезли. Что будет с сотрудником, если на него напишут тысячу заявлений? Причем обоснованных, где будут указаны все нарушения, которые он допустил. Но, я думаю, в самом-самом лучшем случае, он, может быть, отделается лишением пенсии, выговором и направлением на проверку служебного соответствия. То есть, вот таким образом будем действовать. Ну, само собой, что написаны пресс-релизы, будут проводиться одиночные пикеты возле зданий судов, возле зданий ЦП, возле следственных отделов. То есть, будет подниматься шум по всем фронтам и направлениям. Ну, где-то вот такие у нас расклады. И что очень важно, именно таким образом мы откатаем схему защиты от следственного и судебного произвола. А что может быть лучше, чем откатать схему защиты от ментов? Я думаю, что ничего. Можно потратить 10 минут и разослать петицию, заявление и подписать жалобы. Ну, до новых встреч!